Компания «Мьямала» сегодня приходится ждать своей очереди в получении отечественных вездеходов. Купить сразу не получается. Товар штучный разработан с учетом пожеланий газовиков и производителей рядом, юг региона. Уже скоро проблема будет решена. Тюменский завод открывает новые цеха и обещает увеличить объемы производства в два раза. Подробнее об этом в нашем сюжете. Этот снегоболотоход – разработка тюменских инженеров. Он способен передвигаться по бездорожью в любое время года, перевозить людей и крупногабаритные грузы. Проходимость, плавучесть. Они плывут по воде у нас. Воду можно спокойно заехать, проплыть, речку вплавь. Скорость порядка 6-8 км в час по воде. По суше цепной достигает 60-65 км в час. Машина – уникальная и востребованная. Газовики, геологи и энергетики «Ямала» – главные заказчики. Первый вездеход собирали вручную полгода. Он прошел десятки месторождений – от Урала до Карского моря. За 7 лет машина изменилась технически. Разработчики учли пожелания клиентов. Почти в два раза развели скорость вездехода. Дело в том, что поворачивает не ось, а машина складывается пополам. То есть переломный механизм. То есть машина поворачивает не колесами именно, а передние и задние секции. То есть они переломливаются влево-вправо, и машина задает направление. Максимум 12 вездеходов в год собирают бригады небольшого цеха. И это при стабильном спросе минимум в 40. На «Ямале» мы являемся как генподрядчики, так и субподрядчики таких организаций, как «Ванкорнефть», «Газпром». То есть основная функция нашего предприятия заключается в обслуживании нефтяных проводов, газопроводов, экстренная доставка персонала на порывы. То есть также работаем с экологическими предприятиями, с рыбнодзором. Машины, сделанные в Сибири, не зависят от импортных комплектующих. Отечественные детали спасают бригады на месторождениях от простоя в работе. Это результат сотрудничества Юга и Севера, отметил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Мор. И тот случай, когда на качество техники влияет потребитель. Они формируют свои требования к оборудованию, в том числе к оборудованию, которое приобретается по программам импортозамещения. Очень приятно было услышать, что наши тюменские предприятия активно в этой программе участвуют, реагируют на все замечания и в конкурентной борьбе с предприятиями из других регионов побеждают. Предприятие получило поддержку Департамента инвестиционной политики Тюменской области. Земельный участок мы предоставили по процедуре масштабного, без аукциона. Компания уже закупила строительные материалы на сегодняшний день. Стоимость проекта ориентировочно, компания оценена где-то в 111-110 миллионов рублей. Запуск новых цехов завода планируют уже в декабре этого года. Наталья Худяева, служба новостей «Импульс». Продолжение следует...